Ты то, что ты ешь. Фраза, знакомая с детства. С пищей человек получает нужную энергию и полезные вещества. Интерес людей к правильному питанию растет с каждым годом. В интернете множество информации о том, как выстроить свой рацион и от каких продуктов отказаться. Один из самых популярных советов – исключить сахар. Этот продукт многие считают вредным. Вреден. Сердечно-сосудистая система, лишний вес. В больших количествах вреден. Для здоровья зубов вреден. А так, наверное, для ожирения вреден. В больших количествах вреден сахар. Сахар содержится во многих продуктах – фрукты, соусы, консервы. Поэтому отказаться от него крайне сложно. Но уменьшить его потребление нужно. Любой продукт промышленного изготовления, если вы посмотрите этикетку, сейчас очень доступно все это пишется, то там везде есть сахар. Даже там, где мы его не ждем. Но если его хотя бы уменьшить, то есть меньше сладкой газировки, например, каких-то соков пакетированных, конечно, это будет очень хорошо для нашего организма. Много информации и о пользе вегетарианства. Этот образ жизни сейчас популярен. Хотя не все готовы отказываться от мяса. Я мясо очень люблю. Я от мяса никогда не откажусь. Человек – это хищник. Ему мясо надо по-любому. Отказаться от мяса навсегда возможно. Но в нем содержатся незаменимые аминокислоты. Поэтому, когда человек отказывается от продуктов животного происхождения, он теряет определенное количество полезных веществ. Могут развиться какие-либо дефициты. Например, витаминов группы В. А могут дефициты быть по железу. Если человек находится на таком питании, то есть он должен раз в год делать чекап, даже иногда чаще делают, и смотреть, какие дефициты возникают в организме. Нужно очень тщательно относиться к своему питанию. Еще разнообразнее его делать, потому что, например, в одних продуктах растительного происхождения есть аминокислота, в других нет. То есть надо постоянно сочетать. Еще одна популярная тенденция – отказ от молока животного происхождения. Этот продукт нужно исключить в двух случаях – аллергия на белок молока и лактазная недостаточность. При аллергии человек исключает из рациона также кефир, сыр и йогурты. И есть другой вариант – это лактазная недостаточность. Это когда не вырабатывается фермент, который расщепляет лактозу. И в этом случае здесь можно поиграть немножко. То есть, например, стакан молока – нормально, а два стакана – уже много. То есть фермент хватило только на один стакан. Или, например, молоко совсем никак, даже стакан или полстакана. А вот кефир – хорошо, потому что он уже ферментированный. Летом нужно больше есть сезонных продуктов – овощи, фрукты и зелень. Пить воду ровно столько, сколько требует организм. Мясо можно есть на ужин, если в жару хочется более легкой пищи. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.